Провести лето с пользой смогли участники проекта «Добро не уходит на каникулы». Юные добровольцы со всей страны каждую неделю выполняли задания от известных людей и получали за это призы. Тобольский школьник Арсений Новоселов решил не упускать такую возможность и принял участие в неделе «Подарок другу», которую открыла российская актриса Анна Хелькевич. Все, что вам нужно сделать, это сделать небольшой приятный подарок своему другу. Не важно, где он находится, рядом с вами или в другом городе. По итогам задания за свои целых 22 подарка друзьям Арсений получил от звезды кино гироскутер. Я не задумывался ни о каких подарках, я даже не знал, что получу этот гироскутер. Я делаю добро просто так, не за какие-то там подарки, а чтобы людям было радостно. Мама гордится Арсением, ведь он всегда приходит на помощь людям. Он отзывается на все просьбы, откликается. Ну, не было такого, чтобы, например, мы о чем-то его попросили, и он нам просто отказал в этом. Благодаря проекту «Добро не уходит на каникулы» действительно полезное, можно совместить с приятным. По традиции, одноклассники вместе с Арсением готовят свой кабинет к началу учебного года. Про уборку кабинета школьники могли рассказать в еще одной тематической неделе «Добро в школе». Кстати, помимо проекта Арсений сотворил немало добрых тел для родных стен. Например, он сделал магниты животных из 3D-ручки и продал их на школьной ярмарке. Вырученные деньги мы вот на питомник для бездомных собак собирали сумму. Ну вот в классе в нашем удалось благодаря Арсению в том числе собрать хорошую сумму. Проект «Добро не уходит на каникулы» запустил по всей России нескончаемый флэшмоб Добра. Он показал, что совершать хорошие поступки – это модно. На сегодняшний день сделано уже более 22 тысяч добрых дел нашими юными добровольцами, участниками этого конкурса. Закончились 12 тематических недель. На каждой неделе мы определили по три победителя. Главное, благодаря проекту о добрых делах школьников узнала вся страна. Теперь даже взрослые могут брать пример с детей и тоже творить добро. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко. Тобольское время.